Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, подписчики и гости канала. Сегодня четверг, 21 апреля 2022 года. Я вас приветствую из Брюсселя и мы продолжаем говорить о политике. Сегодня я хотела бы обратиться к теме президентских выборов во Франции, поскольку до второго тура осталось в полном смысле слова пара дней. Итак, воскресенье, 24 апреля, французы идут к Курнам для того, чтобы выбрать своего президента на следующие пять лет. И, соответственно, некоторые уже готовят большой праздник, они уже обдумывают детали большого торжества, народного гуляния, которое состоится вечером, воскресенье, по итогам объявления результатов. И, конечно, я имею в виду президента Макрона, хотя я думаю, что это несколько преждевременно, поскольку ситуация вовсе не однозначна, но, с другой стороны, это логика его характера, ибо сегодня, как было опубликовано в газетах, потому что были опубликованы результаты различных опросов общественного мнения, 50% французов считают его самоуверенным и высокомерным. Я не уверена, что это хорошая характеристика для главы государства. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что к ожидаемым результатам и к той надежде, которая была, о том, что после больших телевизионных дебатов, которые состоялись вчера вечером, они длились 2,5 часа, и оба кандидата-конкурента могли высказать свои точки зрения на ключевые моменты своих программ. Соответственно, у них была словесная баталия, у них была полемика, 2,5 часа – это грандиозно. Вы представляете, как быстро говорят французы, то есть в среднем у них темп речи 90 слов в минуту, то есть это колоссальный информационный объем. И поэтому многие французы предпочли просмотреть потом, в формате видео, конкретные вопросы и конкретные ответы, потому что они в целом представляют себе позиции конкурентов. 2,5 часа – действительно, это очень много. И, соответственно, можем сказать, что это были не 16,5 миллионов телезрителей, а намного больше, поскольку, как я сказала, многие предпочли посмотреть в формате видео, потом и именно уточнить какие-то важные, значимые для них моменты. Но, несмотря на все эти старания прессы, на старания конкурентов, кандидатов, никакого определенного сдвига в общественном мнении не произошло. И я выложу сюда в первом загребном комментарии, а также в описании к этому видео, результаты опросов общественного мнения, которые указывают на то, что ситуация продолжает оставаться весьма фрагментированной. То есть, это сомневающийся электорат, продолжает сомневаться и не может прийти к какому-то определенному мнению. Вы можете сами в этом убедиться. 53% французов считают, что у него есть лидерские качества. То есть, Макрон определенно обладает качествами для того, чтобы быть президентом. В то же время, 50% считают его самоуверенным и высокомерным. И только 29% считают, что он близок к народу. Что касается Марины Ле Пен, то 29% считают, что у нее есть лидерские качества. 16% считают ее высокомерной. И, соответственно, 37% считают, что она отражает интересы народа. То есть, ее программа отражает надежды и чаяния простых французов. То есть, сравните, у него 29%, у него 37%. То есть, все это не так просто, как хотелось бы. И не совсем понятно, за кого же в конечном результате будут голосовать эти люди. И, скорее всего, интрига продержится до последней секунды. Поскольку, я напомню вам результаты первого тура, то есть, у Марины Ле Пен и у Макрона есть, скажем так, свой родной электорат. У нее это 23%, плюс за нее будут голосовать определенные 7% электората консервативного политика Эрика Зимура, который занимает еще более консервативные позиции, чем она. Это уже 30% и, соответственно, 2% от консервативного политика. Также Дюпона Эньяна, который, скорее, является консерватором-центристом. И, соответственно, у нее есть 32%, скажем так, родного электората, что очень неплохо. То есть, это одна треть, более одной трети электората. И у него приблизительно та же картина, потому что у него, собственно, 28% проголосовавших за него. И далее это фрагменты от групп электората, фрагментированного, других выбывших из гонки политиков. То есть, у него картина приблизительно такая же, как у нее. И в результате этих интенсивных дебатов по телевидению это сомневающаяся группа, то есть, фактически, треть избирателей так и не пришли никакому выводу. То есть, часть из них определенно не явится. То есть, они не считают, что какой-либо из кандидатов может отразить их надежды и чаяния. То есть, они не видят ни в одном из них представителей своих интересов, проводников своих интересов. И, соответственно, каждый голос будет иметь колоссальное значение, потому что к каждому и к каждой из этих базовых групп, каждого из конкурентов, будет добавлен голос другого, вот этого третьего сомневающегося электората. И я еще раз хочу подчеркнуть, что третий по значимости политик, ультралевый Меленшон, не призвал поддерживать Макрона. Наоборот, он сказал, не голосуйте за Марин Лепен. И, соответственно, его электорат понял это так, что лучше оставаться дома. И уже почти 40% просто не придут голосовать. Я имею в виду его, собственно, его родной электорат ультралевых. Поэтому ситуация остается сложной. Также она остается сложной и в мусульманской общине, потому что их также призывают голосовать. Но они не видят друга мусульманских общин ни в Макроне, ни в Лепен. Скорее всего, также явка среди них будет крайне низкой. И поэтому, как я сказала, мы будем ждать развязки этой интриги до последней наносекунды. Но не следует думать, что если, скажем, Марин Лепен, как и президент Трамп, придет к власти просто сюрпризом для многих, что ее ожидает легкая жизнь, нет, наоборот, уже в рамках этих дебатов Макрон упрекал ее в том, что она марионетка Кребля. Вы знаете, это традиционная линия, традиционная стратегия. Раша, Раша, Раша. То есть он уже повторял тактику Хиллари Клинтон. Соответственно, если она победит, можно предполагать и быть уверен в том, что пресса против нее объединится точно так же, как она объединилась против президента Трампа. Ее будут не допускать на различные информационные поля. Возможно, это будет также та травля, которую учинили и для него. Вы знаете, что в буквальном смысле все его президентство, весь мандат был одной большой травлей со стороны его политических конкурентов, со стороны средств массовой информации, которые только тем и занимались, что искажали, извращали его политические замыслы. То есть то же самое ожидает и ее. Что касается Макрона, то если он будет избран на второй срок, то, соответственно, это будет рост тех системных кризисов, которые вы наблюдаете, поскольку та политика в интересах транснациональных корпораций, которые он проводит, не может нравиться французам, по крайней мере, большинству французов. То есть мы понимаем уже, что от нее не в восторге ни консерваторы, ни ультралевые, никакого центра больше во французской политике просто нет. Соответственно, то, что мы будем наблюдать, это дальнейшие расколы и дальнейшая конфронтация во французском обществе. Дорогие друзья, это то, что я вам хотела сказать. Я надеюсь, что вам это было не бесполезно. Я выложу ссылки и материалы вот этих опросов общественного мнения, чтобы вы могли с ними ознакомиться самостоятельно. Пожалуйста, пишите мне, что вы об этом думаете. Я буду ждать ваших ответов. Я благодарю всех тех, кто не забывает ставить лайки, кто пишет мне слова благодарности. Они очень важны для блогера, потому что мы все работаем на энтузиазме. Это наша, я бы сказала, деятельность, миссия. Нести свет людям, в полном смысле слова, потому что мы противоборствуем тому, что делают в средствах массовой информации. Мы не занимаемся массажем мозга наших подписчиков. Итак, это то, что я вам хотела сказать. Дорогие друзья, если вам это интересно, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать мне слова благодарности. Я отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто принимает участие в полемике. Я имею в виду подлинную полемику, а не выпаду в мой адрес. Они не очень интересны, надо сказать. И, соответственно, я отдельно благодарю всех тех, кто поддерживает мой канал донатами. Это значит, вы верите в его будущее. И я также надеюсь, что вы примете участие в полемике. Всем прекрасного дня! Субтитры сделал DimaTorzok